Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Когда судьба команды в одних руках, это турнир по кикеру, он же футбол, он же настольный футбол. Розыгрыш Кубка Крыльев Советов посвящен обратному отчету. 500 дней осталось до Кубка Конфедерации FIFA 2017 Россия. В турнире более 40 участников, все они болельщики. За победу готовы бороться любыми способами. Если девушки отдельно, парни отдельно, то я займу первое место. А если все вместе, не знаю, я буду стараться, я буду глазки строить. Система проста. Каждый участник на групповом этапе сыграет по три матча до пяти голов. В плей-офф выходят два участника из группы, а затем, как в большом футболе, система на вылет. Играть на самом деле очень непросто. Как уследить за вратарем, за защитниками, как тысячу голы забивать, на самом деле это очень непросто. Но я вижу, что есть тут мастера, которые буквально рубятся в футбол. Все, как в настоящем большом футболе, это даже профессионалы подтверждают. В футболе тоже не только ногами играет, играет головой сначала. Надо думать, куда бежать, что делать, кому паса давать. Одними ногами не выиграешь. Участники могут помериться силами и с ветеранами клуба. Крыльев советов, рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей во всех лигах – Валериан Панфилов. В этот раз освоит футбол за столом. Я сюда ехал и как-то вот так поймал себя на той мысли, что я во все футболы играл, кроме болотного и настольного. Вот, поэтому очень интересно посмотреть. Сам вообще ни разу не играл. За результатами матча можно следить на интерактивной доске. Победители турнира получат призы и подарки от клуба. Чемпионат по Волжье по плаванию для мастера спорта международного класса Александра Кудашова получился удачным на его счету три серебряные медали. Сто метровкой, 200 метров бутерфляем и 200 вольным стилем. Чтобы стать чемпионом в третьей дисциплине, армейцу не хватило каких-то 12 сотых секунды. Золото у Артема Лазарева из Пензы. Еще один самарец Семен Макович выиграл заплыв 400 метров комплексом, а команда Самарской области стала первой в эстафете вольным стилем 4 по 200. МТЛ-арена встанет танцевальной ареной на ближайшие три дня. В Самаре разыграют кубок губернатора по спортивным танцам «Жемчужина по Волжье». В соревнованиях выступят лучшие дуэты России. В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат по Волжье. Это отборочный этап на первенство и чемпионат страны. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.